Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. И сегодня мы приступаем к изучению следующей книги Торы. Там в разных транскрипциях Шемот или Шмот, я буду ее называть Шмот. Который обозначает имена, потому что начинается над словами «вот имена сынов Израилевых». И текущий раздел Торы, он включает первые пять глав, полностью первые пять глав. Этот раздел тоже называется Шмот. И здесь рассказывается, как народ Израиля после столетий пребывания в Египте стал весьма многочисленным. И этим вызвал страх у египтян и страшное желание ограничить численность и силу еврейского народа. То есть фактически здесь говорится о попытке первого геноцида против евреев. И здесь рассказывают, как их стали угнетать тяжелыми работами. И они возопияли к Богу. И Бог послал Маше для вывода народа из Египта. И что с этого получилось? Ну, заканчивается раздел тем, что Маше сказал, ну, вы помните, после того, как там кирпичи стали, увеличили количество кирпичей, солому для этого не давали. Короче, всех на смотрищики стали гонять. Вот они приявили претензии к Маше и Арону. И Маше говорит, боже, что же это творится? Ты не спас своего народа. Вот. И, ну, это практически заканчивается. А последний вообще стих говорит, о, Маше, теперь я сейчас покажу, как я буду спасать по-настоящему. Сейчас все начнется. И, вы знаете, всегда, когда начинаются некие такие главы, которые говорят о переломных моментах в жизни и Израиля, и всего мира, потому что история всего мира, она идет через, и пишется через преломление истории Израиля, да? Вот, значит, мне всегда, как бы, хочется сказать, может быть, даже не столько вот о содержимом, да, а сколько о значении этого переломного момента, да, и что он обозначает вообще, ну, чтобы взглянуть пошире немножко, да? Вот. И сегодня я остановлюсь на паре моментов, которые обычно остаются как за кадром, ну, или о них говорится редко. Вот. И первое, на что обращу ваше внимание, это на то, что сегодня мы не просто изучаем историю еврейского народа, но смотрим, как Бог раскрывает себя в истории еврейского народа. Вот это вот, это самая главная мысль. Как он, он же во всем раскрывает себя, для того, чтобы мы познали его, да, для того, чтобы мы, в конце концов, мы пришли в его присутствие, чтобы он исполнил волю в нашей жизни. И сегодня вот мы здесь танцевали, значит, и, значит, я вдруг ощутил, как-то забылся, вдруг ощущение такое, что я на свадьбе. Я так, ну, свадьба, понимаете? И вот, и в конце концов, оно все говорит, раскрывает нам Бога. Даже вот это наше поклонение, оно тоже раскрывает Бога, потому что, в конце концов, Писание говорит, там свадьба будет. Такая конкретная свадьба, и мы здесь, первое, мы славим Бога, да, а второе, мы тренируемся. Мы, если не ослабеем, дойдем, и мы таки там хорошо попразднуем, да, на свадьбе Агнца и его общины. Итак, Бог раскрывает себя через историю еврейского народа. Предыдущая глава Берешит Бития рассказывала, как Бог это делал через семью Авраама, Исхака и Яакова, и через личное отношение с ними, как он приходил к ним, да, как он говорил, что он говорил, как он заключал завет, да, как он проводил патриархов через сложные ситуации в их жизни. И, в конце концов, Яаков, когда, ну, вот, буквально вот в конце предыдущей книги, если можно так сказать, он говорит, Бог, пасущий меня, да, то есть он пас наших патриархов, да, он пас их, вот, он вел их, он вел их. То теперь из одной семьи появился целый народ, говорят, что, ну, предание, говорит, было 2 или 3 миллиона ушло из Египта, ну, до 3 миллионов больше, чаще об этом говорят. Вот, и перед этими, перед этим обществом, да, надо было как-то по-другому раскрыться, наверное, да, уже, то есть для того, именно как перед всем народом, вот. И Бог начал открываться, вот мы начинаем как раз смотреть вот тот момент, когда Бог начал открываться через его действия по освобождению из рабства, ну, вот чудеса и знамения, да, это первое. Через данные Израилю закон и завет, вот, Бог рассказывал, через Кинью, систему жертвоприношений, ведь Бог не просто дал эти жертву, да, Он рассказывал что-то о себе, это все говорило о Нем. И мы всегда должны об этом помнить, что Бог, прежде всего, Он говорит о себе, Он рассказывает нам о себе. Это не просто история, друзья, это не просто история. Бог рассказывает нам о себе. И это все идет через призму отношений утерянных, через призму, значит, утерянных отношений в Эдеме, да. То есть мы помним, от начала до конца идет восстановление этих отношений. И вот очередной этап, и при том очень значимый этап восстановления этих отношений, и подтверждение своих слов, я скажу, вот сейчас приведу слова из данного раздела, где Бог говорит, являлся я Аврааму, Исхаку Якову с именем Бог всемогущим, а с именем им Господь Яхвы я еще не открывался им. То есть они знали это имя, но он еще, они как бы наполнение имени еще не совсем знали и понимали. Говорит теперь, вот, и дальше Он говорит, и так скажи сына вам Израилем, «Я Господь, выведу вас из-под иго-египтян, избавлю вас от рабства, и спасу вас мышцу просертую и судами великими». То есть Бог, Он говорит, что Аврааму Он открывался с одной стороны, сейчас, говорит, я буду по-другому Вам открываться, вы меня узнаете, вы меня узнаете по-другому, как Бога истории. И Бог поднялся, ну, псалмы говорят, как исполин, да, потому что до сих пор это был, можно сказать, Бог, ну, его знали отдельные люди, вот, его знали, но в целом народы его как бы не очень знали, вот. И фараон, вот в этом разделе, о котором мы говорим, когда к нему Аарон, значит, и Маше, и Аарон пришли, он говорит, а кто такой Бог Израилев? Не знаю такого. И Бог начал действовать, потому что Он так и узнал, кто такой Бог Израилев. Аминь. И они узнали силу Бога Израилева. А если вы помните потом в дальнейшем история с Рау Блудницей, да, она сказала, ну, из Ерехона, когда туда пришли заглядатели, она сказала, мы слышали о чем, ну, что Бог производил там в Египте, да, и мы, короче говоря, мы сейчас все в таком трепете, что ослабли руки наши, коленки, короче, бьются об коленку, и у нас сил просто нету вам сопротивляться. Я хочу сказать, что многие египтяне, об этом тоже говорит Писание, они вышли вместе с Израилем. Там было достаточно много египтян. И второе, и последнее, о чем я хотел сказать, это что в этом процессе самораскрытия Бога есть такие, знаете, очень значимые места, очень значимые места, точки в истории, после которых начинаются великие изменения в жизни Израиля и великие изменения в жизни всего мира. После того, как Израиль вышел, весь мир того времени он знал об этом. Писание об этом говорит. Все знали, все дрожали, все боялись. Они пытались сопротивляться, но у них ничего не получилось, когда Бог давал землю обетованную Израилю. И, как правило, вот эти вот точки, такие вот точки, да, вот значимые, они идут, ну, как-то они происходят вот по принципу библейского параллелизма, так я назвал на себя. Например, Писание говорит, что первый Адам перстный, а второй Ешо, второй Адам Ешо небесный. Первый ввел человечество в грех, а второй спас людей от греха. В первых главах Библии говорится о создании Эдема и его потери, в последних о восстановлении, ну, практически о восстановлении, можно сказать, Эдема на земле, восстановлении природы, да, и всего Божьего замысла относительно этого мира. Первый мир был потоплен в воде из-за своей подавляющей греховности, а второй мир испытает на себе семь чаш Божьего гнева за свое богопротивление. То есть мы видим такой библейский параллелизм, и мы понимаем, что здесь тоже должно нечто присутствовать, да, такой тоже библейский параллелизм именно тому месту, которое мы рассматриваем. И я думаю, да, кстати, когда Бог, Он являет себя вот таким вот образом, ну, вот в таких вот ситуациях, да, значит, ну, в параллелях я имею в виду, мы видим, что Бог не изменен своей святости, праведности, Он всегда сдерживает свои обещания, последователен в своих действиях, и Он никогда не проигрывает. Друзья, наш Бог никогда не проигрывает. Он, может быть, не торопится, как нам кажется, но, по крайней мере, Он никогда не проигрывает. И вот теория замещения Израиля церковью, фактически, вот люди об этом не думают, да, но фактически это говорит, что Бог проигрывает. Я этим ребятам, которые, значит, ну, которые так говорят, я им говорю, вот, так что Бог проиграл, у него не получилось с Израилем. Они не отвечают, как правило, они об этом не думают, да, вот. Поэтому Бог, Он не проигрывает. И если мы говорим о том, что, ну, вот мы рассматриваем начало выхода из Израиля, это он имеет глубокий духовный смысл, это не просто выход из физического рамства, но это выход из царства, из царства, языческого царства, которое было основным по идолопоклонству, да, вот. Но мы понимаем, что этот выход, он не решил всех духовных проблем Израиля. Ну, может быть, кто-то со мной будет спорить, но я думаю, что вы понимаете, да, что он не решил всех духовных проблем. И если, например, исход, он обозначает в череде божьих праздников, он обозначает, можно сказать, Песок, да, но мы знаем, что господних праздников семь, да, вот. И в них впрессована вся история Израиля. Прошлое, настоящее и будущая история. И здесь только начало выхода Израиля. Вот. И поэтому я вижу духовный параллелизм именно вот в данной истории, да, с Нагорной проповедью Ишоа, да, то есть с его приходом и его провозглашением, когда, как вот Маше, он говорил перед старейшинами, да, вот, говорил, что Господь хочет вас вывезти, вот. Ишоа, он говорил перед народом в Нагорной проповеди, и ситуация была во многом похожа. Ну, имеется в виду, Израиль опять находился под Римом, да, значит, он находился, условно говоря, в тисках религиозного такого идолопоклонства, можно сказать, какой-то такого, в общем, религиозности. И люди, они очень хотели, чтобы, они понимали, что, возможно, это второй пророк, о котором говорил Маше, да, но они ожидали, что он их тоже выведет из рабства, да, они ожидали, что он выведет из рабства, прежде всего, они его понимали, как из рабства физического, из-под Рима, вот, но Ишоа, он никогда об этом не говорил, он, наоборот, всегда, когда он говорил, не говорите об этом, только по одной причине, чтобы его не поставили царем, там, не взяли, там, короче говоря, и не это, не поставили во главе восстания, вот, они готовы, а готовы. И еще в Нагорной проповеди он провозгласил вот эти девять признаков принципа блаженства, и он говорил об углублении, он говорил, что я не пришел нарушить Тору, я пришел ее дополнить, наполнить, исполнить я ее пришел. И она имела революционное такое, знаете, по сравнению с тем, что люди слышали, такое значение и настолько революционное, что мы до сих пор еще вместить все не можем в себя, что касается Нагорной проповеди. И к этому пункту своей истории Израиль шел полторы тысячи лет, вот именно к моменту прихода Ишоа, к моменту Нагорной проповеди. Если спросят, а что нельзя дальше, вернее, что нельзя так долго, так я отвечу, можно было бы и короче, но у Израиля есть национальный спорт, бороться с Богом. Отец наш Яков боролся с Богом, да, и, соответственно, потом хромал, значит, народ Израиля боролся с Богом в пустыне и вместо года 40 лет ходил, да, потом после этого их потомки боролись с Богом, попали в Ассирийский Вавилонский плен, вот. И до сих пор, к сожалению, борются с Богом, что когда пришел Ишоа, они боролись с Богом и борются, не признавая его своим Машехом Божьим. И давайте, вы знаете что, давайте мы сейчас помолимся, помолимся и за Израиль, и помолимся за себя, чтобы мы, как бы, чтобы и Израиль, и мы, мы стали под крепкую руку Божью, да, склоним свои головы. Мы, драгоценный Бог, наш Отец, да будет имя Твое благословенно, Господь, мы благодарны Тебе за Твою неизменную любовь, Боже, к Израилю, каждому из нас, Боже, Господь, за то, что Ты ведешь Израиль и каждого из нас тем путем, которым нам должны идти, являя множество милости в нашу жизнь. Если мы молимся о том, Господи, чтобы Твой первенец Израиль, Боже, он был спасен, чтобы люди, они знали Тебя, своего Бога, и посланного Тобой сына Твоего Машеха, царя Израиля, Боже, Господь. Мы благословляем имя Твое и просим, чтобы Ты благословил нас и помог нам, Боже, Господь, полностью быть в Твоей воле, Господь, исполнять Твою волю, Боже, Господь, дабы прославить Твое имя, Господи, во имя Ишоа. Амин. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Спасибо. Спасибо.